Дорогие подписчики, дорогие гости моего канала, я как всегда вас рада приветствовать. Вы на канале Татьяна Галакси, я доктор наук интегративной медицины США. Друзья мои, сегодня пока еду, решила коротко ответить на вопрос, который вы очень часто задаете. Как можно поддерживать хошемота? Можно ли вообще вылечить хошемота? Можно вылечить ли какие-то другие атоиммунные заболевания? И как жить с хошемота, чтобы жизнь стала намного легче? Я решила, я очень много раз на канале вам говорила и делала видео, и упоминала хошемоту, напоминала разные болезни со щитовидной железой, как от них более-менее можно избавиться, что нужно делать, что нужно есть и так далее. Но так как народ спрашивает, я хочу сказать, вы знаете, на сегодняшний день хошемота, и не только это заболевание считается, просто эпидемией. Практически я, наверное, не совру, если скажу, что каждая третья женщина это имеет, но по поводу мужчин я сказать такое не могу, хотя у мужчин очень часто это заболевание встречается, но мужчины не обращаются настолько часто к врачам, насколько обращаются женщины. К сожалению, в конечном итоге, когда мужчины обращаются, очень часто у них это заболевание уже может превратиться не в хорошее заболевание. Вот, и поэтому самый большой процент рака щитовидной железы бывает, если смотреть соотношение, бывает у мужчин, потому что женщины как-то все поддерживают, и у них все бывает более-менее в норме. Даже если какая-то часть щитовидки бывает удалена, все равно это не имеет значения. По данному статистике, я сейчас говорю, у мужчин это бывает намного чаще встречается. Итак, друзья мои, как всегда, я даю вот свои радикальные ответы, потому что они у меня не голословные, и есть очень много вылеченных людей, как от хошемота, так и от других иммунных заболеваний. Все тут зависит, смотря на какой стадии уже человек это, как говорится, имеет. И давайте сегодня поговорим о том, чтобы я вам не советовала кушать, если у вас есть хошемота thyroiditis, да. Ну, как вы знаете, это заболевание воспалительного характера, вот. Любое атоиммунное заболевание, оно вначале у нас бывает воспалительного характера, и, ну, а потом уже, потом это потом, да, потом это уже превращается, если ничего вообще не делаешь, превращается уже и не в воспалительного, а намного похлеще. Что бы я вам посоветовала не кушать, не есть? Смотрите, в первую очередь я советую всем людям с хошемота, в любой стране. Я понимаю, что в одной стране намного хуже глютен, в другой стране намного легче он переносится, некоторые люди уезжают там со своей страны, где они живут, другую, и там едят глютен, и все намного лучше бывает. И не ешьте глютен. Посмотрите, как вы без него себя будете чувствовать. Люди, у которых хошемота, у которых воспаление, клетки не могут адаптировать глютен. Вы не должны забывать, что сейчас все пшеничное у нас проспрейено глифосатом. Раньше такого не было, да, раньше такого не было. И раньше были другие проблемы, которые, другая еда, которую нужно было убирать. На сегодняшний день у нас это один из самых больших калпритов. Я считаю, что это глютен. Не надо есть глютен. Хотя бы посмотрите, буквально, ну я не знаю, буквально, скажем, 90 дней сделайте вот такое, что вы иллюминировали глютен, и посмотрите, как вы себя чувствуете. Это первое. Второе. Второе. Я бы, конечно, полностью убрала молочку. Не имеет значения, ваше это молочка, ваше это животное или не ваше животное. Не имеет значения. Дело в том, что во всем молочном есть лактоза, это молочный сахар, и, конечно, есть молочный белок, казеин. Я бы это иллюминировала. К сожалению, люди с проблемой с атоиммунными заболеваниями практически не могут это принимать и не могут это переваривать. Это второе. Третье. Посмотрите мое видео, которое я делала по поводу гойтрогенов. Я категорически против крестоцветных. Хотя очень многие говорят, что крестоцветные очень хороши при разных, скажем, заболеваниях. Да, есть крестоцветные, которые уже инкапсулированы. Это совсем другое дело. Есть и глюкорофаны и так далее. Их много. Это совсем другое дело. Это просто выжимки уже. Там уже нет той суставной, которая дает вам гойтрогенный эффект. Что такое гойтрогенный эффект? Это тот эффект, который останавливает всасывание йода из вашей еды. Из той еды, которую вы потребляете. Посмотрите мое видео о гойтрогенах. Я оставлю вам ссылочку под этим видео. В основном нельзя есть как бы временно. Опять-таки, посмотрите, как вы себя будете чувствовать. Уж если вы едите, то это должно проходить хорошую термообработку. Но опять-таки, это должно быть очень-очень редко. Я бы просто это иллюминировала и посмотрела, как... Это то, что я делаю, когда провожу свои консультации. Я полностью все описываю. Говорю людям, чего зя, чего не зя. Вот. Значит, я бы убрала это. Теперь очень многие люди принимают лекарства, естественно, которые никуда их не приводят. И при этом они говорят, что они не могут утром проснуться и, значит, пьют кофе. Я вам очень хочу в сотый раз напомнить, что я сейчас говорю не о кофе, а говорю о том, как вы неправильно принимаете свое лекарство. Вы можете принимать любое лекарство рядом, скажем, по минутам, когда вы вместе будете пить кофе, и, естественно, кофе будет ингибировать ваше лекарство. То есть ваше лекарство уходит все в трубу и никакую пользу вам не приносит. Более того, если вы принимаете какое-то лекарство от щитовидной железы для правильной работы щитовидной железы, вот так вот правильно будет, и вы даже едите, я могу сказать, не принимаете, скажем, кальций, а едите что-нибудь, что имеет кальций, также ваша таблетка идет на смарку, потому что кальций, он подавляет лекарство от щитовидной железы, чтобы вы знали. Тоже у меня на канале есть очень много видео. Смотрите все видео, ответы на вопросы, которые я делала. Их там много, больше 20, по-моему, уже. Так что смотрите, там очень интересные люди задают вопросы. Я бы не стала пить кофе вместе с едой. Вообще кофе с едой, когда вы едите что-то, скажем, здоровое, и при этом вы пьете кофе, не забывайте, что кофеин, это очень даже декиаф кофе, декофенированное, оно тоже будет подавлять все ваши главные минералы, ну и витамины. Так что это тоже нужно учитывать, да? Говоря о кофе, я не сказала не пить кофе. Пожалуйста, услышьте, я не сказала не пить кофе, я не сказала, что кофе не полезно или не сказала, что кофе опасно, как очень многие говорят. Это не так. Посмотрите мое видео о кофе. И в сотый раз поймите, что кофе очень, я бы даже сказала, полезно. Там очень много полифенолов, там очень много, там очень много хлорогеник кислоты, есть хлорогеновой кислоты, которая очень многих людей защищает и от развития Альцгеймера, от потери памяти, от того, чтобы не скапливалось очень большое количество в организме плак, да, вот этих вот сосудах, чтобы артерии были чистые, ну и так далее. Так что кофе очень полезный продукт. Опять-таки я вам напомню, какой должен быть кофе, потому что я об этом говорю каждый день. Где бы вы ни жили, в любой стране вы можете найти. Я думаю, что вы можете найти, но если не найдете, я уже, я не знаю, это, как говорится, дело каждого из вас, интернет вам в помощь. Кофе должен быть арабика, 100% арабика. Есть другие сорта, они наоборот ведут к заболеваниям. Кофе должен быть 100% арабика, который выращенный high altitude, в очень высоких горных районах, потому как там нету плесени, все время под солнцем. Кофе должен быть single origin, что означает, что он должен идти с одной страны. Вот, потому что если он собран в одной стране, высушен в другой стране, потом он переработан в третьей стране, вы понимаете, сами, сама эта вся перегрузка, загрузка, доставка, и все это просто вы уже будете потреблять мусор. Вот, single origin, что еще забыла? Ну и, конечно же, самое главное, он должен быть самой светлой поджарки. Темная поджарка, больше запаха, средняя поджарка, тоже больше запаха. Делает ли кофе какой-то, какой-то медицинский, скажем, эффект на ваше здоровье положительный? Конечно, нет. Только светлая поджарка. Тут нужно знать, именно что вы пьете, потому что многие мне присылают картинки со своим кофе, и я уже очень много раз говорила об этом. Пожалуйста, смотрите мои видео. У меня самые полные на интернете видео о кофе. Ни у кого нету таких видео, как у меня. Так, об этом я вам сказала. Дальше. Я бы никому не советовала принимать соль, лишь только потому, ядированную соль. Все, кто на моем канале уже давно, прекрасно знают мое отношение к соли. Мы должны употреблять соль в достаточном количестве, но соль, соль и розень. Я никогда не буду советовать соль, которая специально ядированная, и больше там ничего нет. Вот это коммершнл соль. Соль должна быть... Смотрите другие видео. Соль должна быть келтик-соль, гималайская соль тоже неплохая. Иногда в гималайской соли бывает то, что я не хочу видеть. Но опять-таки, все зависит тут от компании. Какая компания чего делает. Достойные компании будут вырабатывать свой продукт достаточно чисто. Поэтому я больше всего говорю о качестве продукта. Мы можем считать, что мы занесли в свой организм что-то здоровое, но на самом деле это все просто коммерческая марка, но не здоровая. Поэтому качество для меня имеет большое значение. Так, по поводу соли сказала. Почему я против того, чтобы употреблять вот эту ядированную соль? Потому что вы не знаете, в каком количестве вы употребляете йод. Вы можете чуть-чуть сделать и думать, что уже достаточно у вас йода. Вы можете хорошенько насолить и тоже думать, что вы не знаете, там нету порции. Когда нету порции, вы один день будете одним человеком, другой день... Вы же сами понимаете, что то, что идет в наш организм, мы точно так же себя и чувствуем. Так что не советовала бы я вам употреблять эту соль, а советовала бы употреблять хорошую добавку, где есть йод, где есть йод правильный, который будет аптек... Ну, щитовидка будет принимать правильно, там должен быть еще, конечно, селен, но обратный. Я сейчас говорю уже о формуле. Потому что потреблять йод из соли – это вообще смешно. И более того, я вам скажу, что в кельтской соли там 0,0009% йода. Ну, это, сами понимаете, это смешно. То есть там йода нету. Ни в кельтской соли нету йода, ни в гималайской соли нету йода. Чтобы вы знали. Дальше. Там есть другие микроэлементы. Минералов там много, да. Но йода там нету. Вот. Дальше. Дальше, чтобы я вам посоветовала, не есть. Опять-таки, я не говорю, чтобы это сделать все пожизненно, но во всяком случае на некоторое время сделайте это во всяком случае на 90 дней. Вот уберите и посмотрите, как вы будете себя чувствовать. Дальше. Очень-очень большое значение имеет потребление сои. Уберите всю сою из своего рациона. Соя – это у нас ГМО. Чтобы вы знали, 99% сои в мире сейчас ГМО. Более того, соя, конечно, это высокоэстрогенный продукт. И обратно, смотрите мои видео, я там уже о сои говорила. Очень соя мешает... Любая продукция ГМО, она мешает работе щитовидной железе. Она также работает с гайдрогенами и останавливает всасывание йода из всего абсолютно ваш организм. Даже из воздуха. Очень многие люди живут. Сейчас вот некоторые пытаются приводить пример, что там на Окинаве, где-то в Японии, там людей больных нет. Не надо забывать, что в этих местах совершенно другой образ жизни. И также очень много йода в самом воздухе. Все зависит от того, что окружает. Очень многие горные районы нужно рассматривать. Есть горные районы, которые имеют радон, которые имеют уран. И это, естественно, то, чем мы дышим. Есть такие районы, которые и на берегу, и на океане, там могут быть, и на море. И они уже... Воздух, вот это, эвапорейшн идет, вот это идет, не знаю, забыла, как на русском это слово. Короче, эвапорейшн идет, вот эти вот пары, которые содержат уже частицы йода, наночастицы йода. Вот, наверное, правильно сказала. Вот, и поэтому у них там очень мало этих заболеваний. Естественно, они не едят то, что идет по всему миру, вот это все коммершиво. Они это едят все в чистом виде, на своих базарах только что, это все выловлено там, ну и так далее. Вот, поэтому сравнивать один мир с другим миром, я бы сказала, это будет совсем неправильно. Потому что в том же самом Токио уже люди болеют настолько сильно, что... Потому что это такая же цивилизация, как и все, скажем, урбанизированные города, да? Поэтому сравнивать себя с какими-то высокогорными районами, с Гималаями, сколько там люди прожили и как они питались, нужно все спуститься на землю и примерить к нашей жизни, теперешней нашей жизни. Потому что мы не можем жить так, как живут гималайские ламы, вот, или йоги. Вот, об этом я вам сказала. Дальше, дальше, дальше. Конечно, нужно обязательно смотреть, в каком состоянии находится ваш уровень витамина Д, потому что если он у вас низкий или в самом начале вот этого рейшио, то тут нужно поработать и посмотреть, почему он у вас так же не усваивается. Ну, сейчас мы не будем говорить об этом, но это очень важный аспект, да? Также, вот, вроде бы все сказала. Особенно нехорошо перед сном кушать большое количество салатов, которые содержат сырые овощи, койтрогенные овощи, я бы сказала. Вот это браколи, я уже говорила, браколи, калифляур, вот это кейл, посмотрите, капусту сырую, это все останавливает работу щитовидной железы, и утром люди просыпаются и до пол, до четырех часов не могут, как бы, понять, что, где они есть. Вот, дальше, потому что это блокирует, это дает туман головного мозга. И дальше, очень важно знать, это алкоголь. Нельзя пить алкоголь, ну, редко, редко очень можно пить алкоголь, чтобы он не импакт, да, чтобы он не как-то, ну, не сделал хуже вашему здоровью. У человека с хошемота тереоидитом, да, вот, алкоголь никакого, никакого бенефита для здоровья вам не принесет. Более того, если есть уже какие-то проблемы, помимо самого заболевания, еще другие какие-то проблемы, скажем, может быть, инсулинорезистентность или, ну, мало ли, другие заболевания. Очень вот сейчас, очень у многих людей вот эта волчанка есть. Это все вот заболевания энцефалит, вот, когда, Lyme disease, когда энцефалитный клещ как-то вот кусает людей, и люди даже сами это и не знают, и живут с этим, и не понимают, вот, отчего у них вот такое вот и настроение, и все. Вот, смотрите, чтобы, конечно, не было депрессии. Очень важно для щитовидной железы не допускать, не допускать, чтобы кто-то, говоря простым языком, колол орехи на вашей голове. Это очень важно, поэтому щитовидка в первую очередь начинает давать сбои в самом начале. На это тоже нужно обратить внимание. И вот, наверное, главные несколько пунктов я вам сказала. Думаю, что это поможет. Сделайте это хотя бы на 90 дней. 90 дней вот такое, иллюминируйте вот эти вот. Глютен очень важно. Я знаю, я вам скажу очень честно, я знаю сотни людей, которые иллюминировали глютен, и у них все прошло, и они не состоят на учете у врача, не у эндокринолога, все у них нормально, никакого хошемота, там и след простыл. Вот, иллюминировали глютен и иллюминировали молочку. Вот, так что не потому, что там молочка вся плохая. У некоторых что-то жидкое из молочного, например, усваивается, да, хорошо, а у некоторых что-то из такого, жидкое я имею в виду, там, кефир, молоко, такое у людей у некоторых усваивается, а у некоторых более твердое, скажем, сырые, все, которые проходят уже, скажем, age, да, обработку. Но, но с хошемота это не, это не, это не прокатит. Нет, лучше это все убрать, даже если это все натуральное, все, масло можно, да, масло можно, желательно, чтобы это было там от коровки, которые, которые вы тоже знаете по имени и отчеству, чтобы у нее не было никаких гормонов, чтобы у нее все было, чтобы она ела вашу травку и так далее. Потому что это тоже дает очень большой стресс на щитовидную железу, и она начинает, клетки начинают атаковать себя, атаковать себя, и не понимают, что в этот момент делать, когда попала, вот, скажем, такая вот, там, либо молочный белок, либо молочный, либо молочный сахар, да. Вот, посмотрите, сделайте, посмотрите, будет ли у вас туман в голове, посмотрите, как вы себя чувствуете, будет ли вам лучше, будут ли отеки, будет ли, как бы, спадать вес, будете ли вы легче себя чувствовать, это все имеет значение, будете ли вы быстро отвечать, потому что очень часто люди, у которых вот это, вот этот хошемота, очень часто люди, ну, как сказать, переварить информацию в голове, там, переварить-то они могут, но это бывает не так вот часто, как бы, не так вот быстро, я бы сказала. Вот, иногда люди там отвечают на какой-то вопрос, а потом, вот, например, думают, что, ой, надо было так ответить, надо было вот так ответить. Это тоже имеет большое значение, потому что нужно сразу быть алерт, вот это вот я хотела сказать, алерт, это чтобы, ну, не знаю, как, алерт, короче, вот, чтобы вы могли быть на, ну, вот так вот, алерт и все. Так что, друзья мои, все, я все сказала, сделайте себе такую диету на 90 дней, посмотрите, как вы себя чувствуете, после этого напишите под этим видео, и делитесь своим опытом, и делитесь опытом приличными словами, очень, очень это важно, и для ютюба, и, вы знаете, мне уже это совсем не важно, потому что ютюб это взял в свои руки, друг друга не оскорбляйте, это тоже очень важно, это тоже, как мне говорит о ваших диагнозах, друг друга не оскорбляйте, и ваша щитовидка будет окей. С вами была Татьяна Гелакси, подписывайтесь на канал, если я вам интересна, если мои знания вам интересны, я имею в виду не я интересна, а мои знания интересны, вот, если кому-то что-то не нравится, можете отписаться или не подписываться, проблем нету, и все будьте здоровы, и всегда понимайте, что ваше здоровье только в ваших руках, всегда можно сделать что-то, чтобы исправить свои проблемы по максимуму, ну, а остальное уже, остальное уже у нас на это есть, у нас на это есть высший разум, который нам, надеюсь, надеюсь, всем поможет. Все помнили, запомнили, что здоровье в ваших руках, берите его и делайте его сами, иначе вы никому не нужны. Все, всех вас люблю, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok